Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидер от компании Diva Endzone S 360 до 100 грамм. Значит, сразу о бланке. Производитель не заявляет, из какого угля он сделан, но по моим ощущениям это 30-36 тонн. Кольца противозахлёстные на всём бланке. Катушка-держатель надёжный. Куда встают катушки 6000-ники, совершенно спокойно, даже больше встанут. То есть, 5500 ультегра, 6000 карпро и так далее. Всё сюда встаёт замечательно. И по длине лапы, и по толщине всё заходит, и дальше люди продолжают прекрасно себя чувствовать и ловить. Значит, дальше пробка на рукояти. Надёжная, с такой красивой достаточно оплёточкой в конце, колечком декоративным. Дальше материал Evo. Evo очень прочная, очень плотная, ничего туда намокать не будет. И очень надёжная, долговечная. На Evo выбит красивый шилдик Diva. Ну и завершается рукоять торцевой пробкой. В основе которой, в общем-то, резина, видимо, с металлом. Ну и не видимо с металлом, я хоть, либо ста, либо алюминий. Ну, вроде бы стальная такая вот окантовочка с логотипом Diva в торце. Ну, симпатично смотрится. И в целом ковель такой приятный. По качеству нареканий нет никогда ни у кого никаких. Производится удилище во Вьетнаме. Дальше пойдём, наверное, по измерениям. Значит, транспортная длина 130. Расстояние рукояти до нижней части катушка-держателя 50. И расстояние от нижнего кольца до центра катушка-держателя 64. Фидер комплектуется двумя вершинками 2 и 3 унции с достаточно большими, крупными по диаметру пропускными кольцами. То есть здесь, в общем-то, никаких проблем не доставляет, что пролетал узел шок-лидера, там, допустим, 0,28 моно и 0,13 плетня, допустим. Никаких проблем здесь не вызывает. Точность также нареканий не вызывает и качество самих вершинок. То есть на нашей практике, сколько мы их десятков, если не сотен, наверное, продали этих фидеров, и, в общем-то, люди не жалуются и не приходят. И даже когда у нас были акции на Дайва по бесплатной раздаче запасных частей тем людям, кто у нас покупал удилище, кстати говоря, имейте это в виду, кто впервые смотрит и как-то приобщен к магазину, то у нас регулярно проходят такие акции. Не знаю, они рано или поздно закончатся, но пока они есть. По бесплатной раздаче до двух запасных частей в год в период действия акции на разные фирмы-производители. Вот недавно была на Дайвы, люди заказывали, те, кто случайно по собственной неосторожности сломал, забыл где-то, потерял и так далее. Люди просто нам пишут, и мы им до двух штук в год бесплатно, совершенно водоемы отправляем, даже если они не в Москве. Условия, соответственно, два, это покупка у нас в магазине, и второе условие, это необходимо подписаться минимум на три социальные сети, на страничке магазинов, в Телеграм-канале, ВКонтакте и в Ютьюбе. У кого есть возможности, это Рутюб, Инстаграм и Фейсбук. Ну вот, в общем-то, это не только Дайва касается, а и других производителей тоже. Поэтому, скажем так, на кого меньше всего нареканий и с какими фидерами меньше всего к нам обращаются за получением запасных частей, это именно как раз на Дайва, на тот же Инзон. Совсем небольшое количество было заявок на то, чтобы мы отдали вторые колена и вершинки, и то все по отзывам людей, все сломали по собственной вине, неосторожности наступили, потеряли и еще так далее. То есть, в общем-то, Дайва надежностью своей славится и качество материалов тоже. Значит, давайте дальше меряем колечко. Нижнее колечко имеет диаметр 20 миллиметров. Вес удилища, сейчас я вам померю, ну давайте, наверное, без одной вершиночки, 249 грамм. Так, давайте раскладываем, смотрим строй. Итак, у меня в руках Дайва Инзон С 360, то есть 12 футов, Т-100 грамм. Показываю на нашу белую козырную дверь, карту колец, противозахлестные кольца большого диаметра, идеальная пропускная способность. Ну и вот я беру его в руку, чтобы вы видели. И вот такие вот потрясушки в плане строя. То есть, строй ближе к прогрессивному, я бы, в общем-то, наверное, даже прогрессивному бы его назвал. Ну, средний, быстрый кто-то, да, но за счет загрузки, именно работы на воде, я бы сказал, прогрессивный. И в вершинке стоит две унции. Давайте нагружаем, чтобы вы еще раз увидели, как работа бланка под нагрузкой. Вот что у 390-150, что у этого, видите, прекрасно работает, загружается весь бланк. То есть, катапульта еще та, отличная палка работает. То есть, мне она немного напомнила Sportex Exclusive, так называемые модели, тоже очень дальнобойные, хорошо вяжущие палочки, тоже высококачественно сделаны. Ну, вот, господа, посмотрели, забыл сказать вам еще диаметр рукояти 25 миллиметров и диаметр бланка чуть выше форогрибок, чуть выше катушка-держателя 13 миллиметров. Значит, по чехлу такой вот симпатичный чехольчик с молнией, материал синтетика, ну, я так понимаю, он не намокает, не впитывает запах. Я вот именно, конкретно, да, его в чехлах не вожу, мне просто не очень это удобно, но он такой продуваемый из синтетического материала. Две вершинки идут вот в таких чехлах. Здесь даже у нас отмечено, какая конкретно вершинка здесь идет, то есть желтеньким помечено, что здесь вот лежит три унции. Соответственно, это все убирается во внутренний кармашек. Ну, посмотрели, я думаю, что понравился действительно палочка, то есть имеет право, что называется, на жизни рассмотреть, серьезно рассмотреть к покупке, потому что течение оно держит. Отличный вариант, как посылистого бланка, можно рассматривать на хорошие такие, приличные дистанции, плюс она достаточно хорошо, приятно по балансу лежит в руке, даже без катушки. А с катушкой, если сюда вы ставите там 4-5 тысяч катушку, это вот идеально сюда подходит, размер Пашимана, то она отлично балансируется и действительно очень приятно смотрится. Я бы даже, скажем так, взял бы ее на карпятники какие-то, то есть на стоячий водоем, не обязательно течение, потому что действительно работать с ней, ну, одно удовольствие. Да, чуть-чуть глуховат бланк на простуке дна, это действительно чувствуется, но опять же, с чем сравнивать, если, допустим, брать, не знаю, Фотон, Проса, Баниев, либо там Флагман, Инспирейшн, или Гретхам, либо Земекс Рейзер, или Айкон, то есть вот Энзон проиграет здесь по чувствительности, именно по сенсорике бланка, но проиграет не сильно, потому что есть, скажем так, не с чем сравнивать, если я там, допустим, ловлю там несколько раз, несколько рыбалок подряд Энзоном, ну, никаких проблем у меня не составляет про стучать дно, почувствовать в руку, любую там ракушку, камень, или еще что-то, даже если у меня навязан шок-лидер, то есть основная плетня, там 0,12 примерно я ловлю часто так, плетеночка кругленькая, чтобы не тянуло сечением, и шок-лидер, то есть огрызок монолески, 0,24, 0,26, 0,28 мм, 2,5 длины удилищ, то есть леска желательно малорастяжимая, то есть то, что пишется там, допустим, у Колмика, там фидер, матч, фидер метод и тому подобное, то есть с низким коэффициентом растяжения, и даже при таком монтаже я хорошо чувствую на паттерностре дно, потом просто меняю грузик, снимаю грузик, с чем простукиваю, или маркерный грузик, либо обычный груз, груша такая, как называемая, оливка, и переставляю кормушку, и замечательно начинаю ловить. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на социальные сети, на мой канал, на социальные сети магазина, это ВКонтакте, Телеграм, для вас большой плюс, это бесплатные запасные части, пожизненные, бессрочные, на весь срок службы, гарантии на заводской брак, на любое удилище, купленное у нас, поэтому всего вам доброго, до новых встреч, и смотрите дальше YouTube канал.